всем привет с вами своя варен это бесконечное лето мод под названием шанс на отпущение у нас каждый пошел идет не будет идти и вторая часть первую потому что проблема в том что мы познакомились с каким-то послом он что-то нам вколол и сказал никогда не доверяй кукла чем прикол будет я не знаю так что мы еще посмотрим часть 2 может быть еще будет у нас еще третья часть поехали таскать гробовая тишина никаких ощущений никаких мыслей голове никаких эмоций абсолютно ничего чертовы птицы нарушить покоя от каждого вдохом не становилось как-то не по себе душно очень душно что как я тут оказался у себя на коллег я обнаружу записку добро пожаловать новый цикл посол про пожелать новый цикл цикл черновой да и и как я вообще оказался в автобусе похоже что он перенес меня с бункера пока я был без без сознания а что за хрень мудак не вколол иначе рукой ощупать свою шею пытался найти место куда у меня в колон непонятную инъекцию боли не ощущалось как шприца не было не всегда что есть он не вирус кого или счет чего похоже осмысляйте что произошло было невозможно в таком душном салоне перед тем как выйти из автобуса я смотрю водительское место ключи сжигали небо в бардачке нужно только пачку сигарет тополевой датчик был на нуле уехать на нем никуда не получится день неужели всю ночь бы в отключке нужно хоть кому-то сообщить что со мной произошло наверняка же мою пропажу заметили перед тем как зайти влаги я внимательно смотрел автобус посмотрел нет ли водитель поблизости проверил топливный бак багажный отсек ничего полезного не обнаружил проходя мимо клубов я вспомнил что так ничего не и не принес кирбинетиков хотя обещал нужно извиниться перед ними что есть что да да что-то нужно при этом в общем не смог вам достать ваши детали там сару корпусе история нехороший случилось какие детали ну вы же чаем пас просили мне принести из старого лагеря после них слов шурик оторвался от своей работы подошел ко мне ты быть можешь путаешься мне с кем-то тебя звать как шурик ты это чего вообще-то меня зовут александр и и не нужно как-то по-другому звать откуда ты мое имя знаешь что это с ним обезумно тут со своей кибин кибинетикой и и обо всем забыл ну как мы как бы еще четыре дня нас познакомить забыл и теперь первый раз вижу ты точно меня с кем ты путаешь сам представишься нет симеон александр будем знакомы на протяжении этого короткого разговора шурик отвечал как-то озлоблено странно если у тебя нет никакой просьбы то прошу не отвлекать меня работа еще немного а я один а электроник какой черт электроник он ничего не понимаю в этом ну вы же с ним вдвоем все время работали что выделено не посмотрел задумался на гныне и ничего не ответят продолжил дальше что-то из мастерить видимо он не себе зайду к нему как-нибудь позже возможно было как-то тихо обычно здесь постоянно ребят я из насилить сейчас же никого немного пройдя вперед и уйдет что на встречу внешнего алиса и она чем-то недовольная привет с дороги толкнув мне с плечом она не успешно удалилась и что это с ней она потом узнаем сейчас скажу пожару да вожатой ведь она наверняка заметил от соцпионера дойдя до домика вожата я увидел наши звонки отдыхающийся электроника электроник новенький странненький ты как странненький старенький уже как четыре дня здесь чтобы знал надо же а я ничего не замечал а откуда мой просьбе знаешь сказал то самого то как звать шутка такая какая шутка я из-за него шлема ни хрена не смешно знаешь ты чё парень хватит уже прикидываться извиняюсь я кажется пропустил что-то там то еб хватит уже прикидываться что не по ним не помнишь меня зимы где-то видели до этого представься увиделись со всеми вами четыре дня не помнишь очень неудачный розыгрыш с их стороны но разве станут и разы для человека который ушел в старый лагерь вечером вернулся только на следующий день а может это они перенесли меня в автобус значит они знакомы с послом получается они с другого времени все или же одни все это время так издеваясь надо мной и никакого прыжка во времени не совершал какой сейчас год что год какой 1987 ты сама вышел что ли доказать от сможешь что именно то что с тобой что-то непорядки без проблем не сейчас твои острова его нахрен не сдалось докажешь за счет 1907 год коренной посмотрим радио послушать газету почитаем этого мало его отставай его слова не хотел сверить но судя по его быстрому ответу немного испуганному голосу у не врет где вожатая один какая разница ты не знаешь отряда я даже не повторяю лучше ответь его почувствовав угроз моей страны и кто не стал в некой подой бойцовской стойки и был готов принять удар такие действия от него резко переполнили меня злости рука же детективно пытался найти карманах нож нет нужно держать себя в руках что если он не обманывает извини сам не свой сегодня просто ситуация нелегкость сложилась а я подумал что ты к не причастию ладно вожата вчера вечером вальцент уехала сегодня должна приехать где-то к обеду если тебе это так важно спасибо и если ты и правда не помню что звать мне семью мы видим все-таки где-то не желаю дальше вести с ним разговор я взвернулся пошел сторону площади давно мне так не раздражал кто-то даже не раздражал а именно провоцировал боюсь что не смогу так сдержать себя и любой на и неверное сказанное слово в адрес может привести к непоправимым последствиям но это я не хочу я боюсь того кем должен буду стать уже обед поздновато я вернулся в лагерь так еще никто мой про пропаж видимо не обнаружил что мне удивило как я только подошел к слову так это отсутствие огромной толпы пионеров на скамейке у столовой сидела лена а у крыса стояли алисты свои привет ответа не последовало а сай как-то недобрый на меня посмотрела что довольно странно похоже не у меня одного сегодня плохое настроение на я попытался войти в столовую но дверь была заперта стола никого не находилась закрыта ты думаешь почему здесь стоит а почему так озвоблено говоришь а как собой я должна разговаривать ты кстати кто уже они и они меня тоже не помнят не помнишь но интересно меня создать я алиса то что на скамейке лена меня семён не вызывал удивление даже небольшой испуг от тона который говорил славе никогда не подумал бы что ей присущ такой такой тон разговора он был не свойственные и грубым тоже можно было сказать при прорису при она же просто сидел на скамейке не обращала на нас никакого внимания через пару минут к слову подошла нику шурик электроник а чуть позже к слову придут подошли и шурик с электроником так судя по выражению их лиц все были чем-то расстроены или недовольны все кроме нику она внимательно зачем у меня постоянно смотрел я спрашиваю других обо мне по крайней мере я так слышал похоже она меня не помнит но мне посетили те же эмоции мысли чувства что и четыре дня или же три дня назад я также и также пугаясь того что они меня не помнят и не знаю но сейчас я имею со всеми что-то не так но что именно возможно что случилось когда я был катакомбах под старым лагерем но ведь только вчера я с ними разговариваю еще остальные не обнаружил слов открыто и дальнейший ход моих мыслей привела открываешься изнутри две слова из которой вышел посол посол приветствую вас товарищи пионеры пионерки прошу прощения что застали вас ждать а я я думаю что за это время вы уже все соберетесь я хотел сообщить вам новую важно на и нет решать вам ваш вожатыми сестры скажем так появились неотложные дела и их не будет долгое время да и всего персонал тоже вынести здесь где библиотека шоу ай неважно передадите на чем я становился а так что влаги кроме вашего тогда никого не так что можете устроить хаос и без беззакония не против никаких правил и полная свобода действий за и так ли говорил он он и правда издевался никто из нас по нет не мог это нормально пока так миг вы все больше кто как ты считаешь правда говорит тихо прошептала мне мику мику ты меня помнишь мы ездить это она и понять не имеет кто я видимо нет кто ты и стоповой как нашу реки она пытаюсь предать своему голоса более группой грозный тон получилось так себе а имеет ли она за это значение откуда знать правда ли ты говоришь а если вы а есть ли мне смысл обманывать в любом случае время покажет лгу я или же нет вы проходите не стесняйтесь специально для вас я накрыл да еще и до ограничено часть находится на кухне часть на складе распределить ее как хотите мне без разницы можете приходить столовую любое удобное для вас время не нужно ждать никого горно это был для вас последним я не прощаюсь еще увидимся после он оставлялся в воздухе значит и тогда пионеры конце 8 не причудилась что они исчезли все присущие не могли понять что происходит и падали он сказал немного не нам проставил крыльца мы все же зашли столовую я сразу хотел попытаться отвергать отвергать слова посла и пошел сторону кухни но на кухне и самом деле никого неба только ящики с продуктами что есть там кто-нибудь никого может просто нету через куда-то нужно будет правом побоедить по лагерю должен же кто-то из персонала остаться аккуратно крытая еда на стола приманила меня и я решил что нужно сначала поесть а уж потом решить проблемы надеюсь она не отравлена что мне так тоже показалось странным так это то что каждый сел по одному хотя может они всегда хотели поесть спокойствие но раньше отсутствие мест не позволяло это сделать а куда же делать делать а куда же делать себя мыши малышня посол вроде же вот сказал что нету персонала но где тогда остальные все время пока я ел я вспоминался из слова посла и до ограничено насколько ее на какой срок я хватит и нас с каких пионеров можешь просто попробовать уйти из-за этого лагеря в автобусе не было ключей бензина так что он навряд ли не чем-то поможет но как изменилось все так резко только вчера же все было абсолютно нормально был персонал были пионеры никаких не исчезновений и почему меня не помнит как то возможно забыть мне меньше чем на за сутки или же я отсутствовал гораздо дольше обед прошел полной тишине никто не издавал ни звука все молча ели думаю сейчас нас не самое время проверяя запаса еды так как на кухне еще было достаточно надеясь на благоразумие остальных в голову сразу же пришла мысль проверить сначала медпункт а потом пойти весь в лагерь надежда найти хоть кого-нибудь из персонала лагеря но в медпункте никого не было все река состояли нас на своих местах все было в идеальном порядке неужели впраду что вожата и что угнести стрейд до его всех до у всего остального персонала появились неотложных дела и они в спешкой покинул лагерь оставив его пионером на рассерзание в лагере я также не видел других отрядов такого просто быть не должно немного походил по лагерям я не обнаружил никого кроме тех кто находился в моем отряде и пришел к площади до площади находился не один все потихоньку запрались здесь же осознавая что отряд остался в одиночестве и явно я желаю узнать что произошло симон верно да я с тобой поговорить хотел так начнем с того что ты видимо только приехал так разумеется это не так приехал я давно неизвестно как хотя известно через смерть нет не так попал я в эту лагерь четыре дня назад и тогда же со всеми вами познакомился извините вы же нигде не видели она так не появилась на обед про библиотеки может опять уснула то досмотрел уже и в домике и тоже не было я смотрю лагерь если найдешь то потом все вместе и поищем из них просто сам видишь какая ситуация сложилась уже не то девушка с коротким темно-синего цвета волос небольшого роста и заведующий местной библиотекой ты с ним уже знаком я с вами совсем уже знаком вы что сидите на дому издеваетесь может по по имени всех вас всех назвать соли алиса верно миг у венка шурик электроник верно же после каждого имени я показал на человек который это имя принадлежит и тем самым все быстро все быстро отбрались вокруг меня откуда ты знаешь да сами нас всех представил ему вот и все почти нечему нечему тут веса я знаю вас уже четыре дня и врать мне смысла нет тема тулови даже дня нет тебе туда сообщил у нас кто-то быть может рассказал или ты не хочешь накалить накалить и без за того напряженную обстановку такого значимое обо мне мнение а кто такая ульяна что когда ты нас по имени назвал ты сказал ульяна а ну так вот же она я пробежал взглядом по сравнению я не видно не было ну девочка маленькая 13 ярко-рыжими волосами не знаю не видел где такую как это не знает что ж пока мы здесь собрались такой вопрос то ему знает того пионера в столовой я знаю но информация о нем очень мало чтобы с уверенностью говорить что ли предполагать до его исчезновение тебе даже не факт человек его видимо никто так а же никто им нибудь видео если не утром видео она направил в сторону библиотеки а что-то случилось просто неизвестно где она сейчас она прошла всего пару часов может она решила где-нибудь побыть одна не нужно пока поднимать панику а ты шарик грозно посмотрел на меня позже еще поговорим странно это слышать шурика да и таким огромным голосом не сказала больше ни слова он направился сторону кружков черт гибернетик санежи не сильно торопились ходить площади но по крайней мере я теперь не являюсь центром всеобщее внимание что же все-таки произошло из всех слов подменили не настроили против меня характер у них и ведь явно не такие хотя может их просто если же всех слишком мало знаю ведь даже недели не прошло с нашего знакомства теперь еще и подозрение не доверил у них вызывая тем что говорю правду о которую они не желают верить уже и произошел еще какой-то сдвиг во времени и снова это произошло со мной всему должно быть объяснение где же но быть может нужно больше времени чтобы получить ответ положив руку в карман и обнаружу записку найдено мною еще в автобусе добро пожаловать новый цикл цикл есть время остановилась в одном промежутком времени длительность в одну неделю по истечении которой все повторяется с первого дня приезда мы назвали это циклами так как циклами это является получается то есть цикл и он не врал я же бывали все четыре дня почему начался но цикл и он же сказал что все повторяется вновь но здесь все иначе просьба здесь все те же но в то же время в после другие люди может и есть жизнь после смерти собраться дальнейшим из мне мешали крики девочки с ссорящими собой в один момент наступила полная тишина ненадолго о какого шнера вот это странно так сказать что я хренел этот момент ничего не сказать удар был нехилом и алиса нам он мгновенно палил на землю само по себе меня это шокировано то что еще это еще сказал сделал нику нику немного постояв видимо от смысле шанаторио тут же слезах убежал в сторону музыкального кружка я даже не знаю как тут реагировать кому нужно помогать немного придя в себя алиса поднялась земли крайне срезрееной охрана да я ее убью так алиса богатр ринулся прямиком за мигом музыкальный кружок носа я крепко взяла за руки алисы и не давала и вырваться пусть и пусть и успокойся алиса безуспешно пытался вырваться еще около минуты царь отпусти прошла себя так я спокойно отпусти кому говорят ничего я не сделаю алиса мирно шагу направилась в сторону домиков еле сдерживая слезы по крайней мере мне так показалось что это здесь сейчас было сам не видел видел из-за чего не так что случилось думаешь я знаю из-за чего есть уже не первый раз провоцирует конфликты но до траки еще и девочек не доходило хотя сейчас я не уверен что это алиса скроцирова но если дошло до рукав приказ то знать причина должна быть серьезной сильно наверно да послушай и не блюбились чужие дела и тебе не советую так поссорились так помириться мне сейчас лично не до них маги нет ни одного взрослого человека да еще призрак на глазах у всех у стола исчезает какой сейчас дело до взаимоотношений этих двух это их проблема и лучше бы ты попытался знать если средства и средства связи или транспорт в округе чтоб сообщить что случилось сейчас всех куда сильнее беспокоить другие вопросы но нельзя же закрывать глаза на конфликты но если ты не можешь закрыть то иди и сам их мире а а надо же такой отставил слышать я думаю что наоборот радость радость им помочь площадь начал очень начала потихоньку пустить и вскоре и здесь стоял только я один никто не это не предал конфликта внимания символа без разницы еще пионером имеет минуется но не почему-то было неспокойно как-то я их я хотел узнать что между ними произошел хотя здесь славил в чем-то права что сейчас нужно сосредоточить свое внимание на другом а именно на исчезновение персонала я тоже момент но в том же момент нужно узнать что произошло да и почему у них такое отношение ко мне только с с кем из них поговорить есть такое да а вот где я становился а вот я тесто на милос и а а Хм-хм-хм. Я вообще не знаю, если честно. Ладно, получается, нам сейчас выберу вот это. Я просмотрю по этому карту прохождения. Тут всё запутано, если честно. Я просто не знаю, что может быть. Бан. Меня сильно удивил поступок Миху. Уверен, без какой-либо психикой причины она не совершила бы этот удар. Вероятнее, это Алиса её спровоцировала. Сейчас Мику вероятнее всего в своём кружке. Пойду проверю. Уже подходя к музыкальным кружку, через окно я заметил, что Мику внутри. Заперто. Эм, Мику, ты там? Кто это? Семён. Новенький что ли? Да, это я. Что тебе нужно? Я поговорить хотел. И на какую тему же? Я думаю, у нас их с тобой много найдётся. Я слышу, что ты играть на музыкальных сценах хорошо умеешь. Ну и познакомиться полноценно нужно в конце концов. Тебе, конечно же, меня интересовало тот инцидентом площади. Впустишь или мне на пороге стоять? Да, сейчас, извини. Проходи. Да, лицо у Мику было заплакано. Похоже, он сильно волновался из-за произошедшего. Всё в порядке? Да. В порядке. Я же знаю, что нет. Мику, что там произошло? Из-за чего? Не хочу об этом говорить. Я уверен, что ты не хотел доводить до этого. Расскажи, что произошло. Опять. Аааа. Не хочу я об этом говорить. Да и кто ты такой? Семён. Обычный парень. Тебе ещё и в вашем отеле стою вместе с вами. Хотя после того, что с вами произошло по цене, меня обычным не назовёшь. Успокойся, я не желаю тебе ничего плохого. Поверь, если будешь держать всё себе, для тебя уже будет хуже. Пожалуйста, давай не будем об этом говорить. Идти до конца уже, думаю, бессмысленно, ибо я только ухудшу наши отношения. Её можно понять, я бы тоже не стал ничего рассказывать тому, кого увидел только час назад. Ещё он навязывается. Мне так не хочется видеть Мику грустную. Возможно, я жестокий человек, но сейчас уже не такой бесчувственный. Надеюсь, что не бесчувственный. Пан, забыли этот инцидент. Может, расскажешь мне о себе? Чем занимаешься? Увлекаешься? Ну, меня Мику зовут. Думаю, ты знаешь. Это мои настоящие. Правда-правда. Я родом из Японии родилась здесь в СССР. И музыкальная музыка увлекаясь. Именно на разных инструментах умею. С каждой минуты настроения Мику всё улучшалось. О, похоже, что на площади неё просто нерва не выдержали. Да и трудно было оставаться в спокойствии, когда такое вокруг происходит. Любой спор или конфликт мог вывести себя. Я сам сегодня чуть на электронике сорвался. Эй, а что? Я спрашиваю, а ты на чем-нибудь умеешь играть? Нет, не умею. Пытался когда-то научиться на гитаре. Но, скажем так, времени было мало. А хочешь сейчас попробовать приноучиться? Время... Время тебе здесь свободно есть. Ты же до конца смены здесь остаёшься. Боюсь, что сейчас не до этого. Сама же видишь, что происходит. Слушай, ты говорил, что знал нас до того, как всех... Представил своей. Это правда или ты нас обманывал? Правда. Откуда ты знал? Говорить правду же уже нет смысла. Всё равно ведь он не поверит. Перед тем, как приехать сюда, мне сообщили, что я приеду ближе к концу смены. И вероятность всего, мне запишут ваш отряд. Ну, дали список тех, кто в этом потратить состоит. Искусственно вру, однако. Надеюсь, поверит. А зачем всех обманывал, что ты здесь якобы уже 4 дня? Сам не знаю. Прости. Ну да. Зачем ты пришёл? Что прости? Зачем ты пришёл? Ты же не без причины не ведался. Тебя попросили кто-то? Нет. Я сам пришёл. Просто мне хочется видеть красивую девушку, вроде тебя грустной. Ох... Так, что было? Ван у меня это что? Извини, мне как-то не по себе. Я пойду, если ты не против. Видимо, она не поверила в искреннестимых слов. Да, конечно, я пойду туда. Ты неплохой человек, Семен. Ну не надо, ну не надо логать, пожалуйста. Ох, знал БТ, что как раз правда воспринимает это за ложь. Хорошо. До встречи. Быть может, ответы из-за чего произошёл конфликт я не получил. Но, по крайней мере, поддержал Мику. Думаю, ей это было сейчас необходимо. Нужно ещё понять, что происходит в лагере и почему меня никто не помнит. Это как-то связано с подсовыми циклами, о которых он говорил. Но я и понятия не имею, как именно. Он должен об этом знать. Но кто? Он вообще, чёрт во двери. Он же не совсем призрак. Тогда в бункере он смог меня коснуться. Девка у меня какую-то хрень и непонятное назначение. Надеюсь, на моё здоровье это никак не повлияет. Тихо. Очень тихо. Как-то для лагеря. Ощущение, что он заброшенный. Бессмысленно ходя по лагерю, я вышел к остановке. Вот тебя. Где автобус? К тем образом он ехал. Я же проверял, бензин и выключение где небо. Да и когда он успел. Я отчёлся в нём где-то час, быть может два назад. Значит водитель был где-то рядом. Но я же осмотрел ближайшие окрестности. Может он где-то в лагере был непродолжительное время. Но где же тогда бензин нашли? Или это чудо транспорт не нуждается ни водитель, ни в топливе? Семён. Ты что здесь делаешь? Эм, прогулился просто. Окрестности осматривал. Никого из персонала не обнаружил? Нет. Мы вы тоже. Мы с Леном смотрели склад и кухню. И того количества еды, которое там находится. На нас всех уходить не больше, чем на неделю. А связаться никогда нельзя с городом, например. У нас нет средства связи. Только вот рацию полуумную нашли. Но никто кроме Шурика не разбирается как починить её. А он говорит, что безнадёжно и даже пытаться не будет. Может ты разбираешься? Нет. Никогда ранее не имел опыта починки приборов. А разве электроник не разбирается в этом? Он же тоже в клубике юбинетики состоит. Нет. Чего ты взял? Он не разбирается в устройствах. Просто предположил. Электроник не разбирается. Всегда до этого видео вот с сутками залипающийся в клубе терминетики. А тут оказывается, что ни хрена об этом ничего не помню. Не понимает. Хе-хе-хе-хе. Ну и поля здесь. Чё-то не сильно не уделил этому вниманию, когда приехал сюда. Ждатель, приезжающий мимо машину, думаю смысла нет. Если уж тут автобус раз в неделю ходит. А может и тоже реже. Расписание мне так никто не сказал. Что-то не так? Да нет, всё нормально. Просто тут автобус на нуле уехал. А так, вообще, всё отлично. Просто, понимаешь, я сегодня пространался в пустом автобусе. Часа так два назад. А сейчас от него и среда нет. Так уехал же. Дело в том, что ни водителя, ни ключей, ни тополя в автобусе не было. Я смотрю в ближайшую местность, водитель нигде рядом не было. Ты в этом уверен? Абсолютно. И вот я сейчас и гадаю, как же он смог уехать. Тут уже заправки поблизости нет. Весь лагерь и даже маленького населённого пункта нет. Что уже до заправки? Поразительно. У меня была мысль, что все могли уехать на этом автобусе, но когда успели. А ты случайное списание автобуса не знаешь? Его нету. Они сюда ходят только по открытию и закрытию смены. Одна смена началась. Через неделю должен начаться. Неделя? Начинать отсчитывать свои дни здесь сначала? Слушай, я спросил тебя, ты случайно не видел девушку с темно-синими короткими? Женю? Ты её знаешь? Всё равно не верит. Продлилась моих слов на площади. Печально. Немного знаком, мне электроник рассказал про неё. Просто мы её с утра нигде не видели. Да я понимаю, что это небольшой срок, но для неё это очень даже странно. Она никогда раньше не пропускала линейку. Завтрак или обед. И обычно целый день проводила в библиотеке. Она уже пост в библиотеке занимает. У вас сегодня была линейка? Да, что такое? Разве у вас вожата не уехала ещё вчера? И кстати, как вас вожата зовут? Ольга Дмитриевна. Да и правда, она ещё вчера вечером уехала. На линейку можно и без неё. Ведь провести. Понятно. В библиотеке, кажется, я нигде не видел. Ох, не нравится мне всё это. Угу. Постой. А назад таки всё нормально было? В каком смысле? Персонал был? Да, конечно. А сколько всего в лагере было? Я не знаю, сколько всего сотрудников в лагере было. Но если их не считать, то только наш отряд. Только вы. А с ними где? Где, например, малышня? Так смена ещё? Так смена же ещё не началась. Что им тут делать? Смена через неделю начнётся. Даже так. А вы что тогда здесь делаете? Тех, кто под старше направились сюда за неделю до начала смер... Вот ли где? А что вы здесь делаете? Я лагер смотрю. Вот и вот случайно Славя встретил. Понятно, вы же нигде не видели. Мы как раз это с Семеном обсуждали. Ни я, ни он, не видели её. Плохое мне предчувствие. Надо же, как ты волнуешься за неё. Ну не то чтобы... Он прав, нужно найти Жене. Он наш проверенный... Он наш... Он наш проверенный временный товарищ. А товарищ в беде не бросает. На площади ты мне кое-что другое сказал. Так ты поможешь нам? Помогу. Куда же я денусь? Лес. Это единственное место, которое мы меньше всего смотрели. Думаешь, она там заблудилась? А как бы нам самим не заблудиться в этом лесу? Хотя я был уже в нём пару раз и уж не сказать, что выкат оттуда найти трудно. У Шулика, если не ошибаюсь, компас был. Может у меня нас попросим? Неужели вы собираетесь идти в самом глубь леса? А что остаётся? Мало ли, что с ним могло произойти и она ждёт помощи. Может сначала окраины осмотрим, а уж потом... Смотрел уже окраины. Она может быть только в лесу или в старом корпусе. Ох, нет у меня желания возвращаться туда. Хотя... Если вы в самом деле собрались на поиски, то лучше начинать прямо сейчас, пока светло. А то, знаете, на ночь глядя не лучший вариант. Да так, Шурику. Пойдёмте. Эээ, пойдёмте. Шурик! Ого, сколько вас что-то хотели? Нам компас нужен, он у тебя есть. Компас... Ох, уж не знаю, вроде был где-то. А может его выбросил давно. А вам зачем? Женя же пропала. Мы предполагаем, что она могла заблудиться где-то в лесу. И вы собираетесь идти её искать, верно? Ну, к чему это ранее поиски? Может она и не пропадала вовсе. Времени с её пропажи прошло совсем ничего. Знаешь, с пропажем персонала логия тоже прошло совсем ничего. А что-то тут все сразу паниковать начали. Как видишь, я спокоен. А если вы сами запутаетесь в лесу, вас то искать будет. Поэтому мы просим тебя, компас. Ну, вижу, вас уже не перебудишь. Да и не хочется как-то. Сейчас, подождите, быть может найду. Шурик, а ты сам не желаешь к нам присоединиться? Ааа, не раз слышал, повтори ещё раз. Донести из другой комнаты крик Шурика. Компания в поиске нам создать не желаешь? Не, я считаю, что вы просто убьёте в своё время, а Женя вернётся где-нибудь к вечеру и скажет, что ей, например, хотелось побыть одной. Или что-то в этом роде. Я вот тоже так считаю. Не хочешь, не иди. Тебя никто не заставляет. Можешь идти дальше в одиночку и свечет лагерь. Да ладно уж, схожу. Мне нетрудно. Чего же вы все такие агрессивные в солнцепи срвались? А как там дела со средством связи? Так. Извини, айоси? Так. Эта капаля где-то рядом со мной срвались, musi либо предsp osносить а�ки. Так. Ой, что следует左 Seite. Эта капа лагерь? Так. Эта капа лагерь кида呀! На сладковой голове сидится заshow. если это услышали звука тобой не обращать внимание это зарядка человек демон тыс ладно а рядом дела со средствами связи они как нет никакого прибора стал старом лагере есть в бункере я видел много устройств среди них был радио старый лагерь ты там был ну когда скажи правда за психа посчитает и важно главное то что там было много устройств а каких именно я их не смог разглядеть на то была причина под сторонами находится бомбоубежище наверняка и устройства рассчитанные на их применение после удара противника думаешь стоит сходить не знаю даже а ты не обманываешь нас случаем семён честно пионерская где находится этот твой бункер он далеко от лагеря под старым корпусом есть катакомбы они ведут к этому бункеру катакомбы ну откуда им там взяться а вот насчет этого не врет вот ваш компас держите у меня деда карта бо там были начертаны подземные тоннели я туда только предположил что там под лагерь могут быть катакомбы но поверьте это никак не мог вот и вот и выходы пока на карте отмечены не были семён говорит что вход под старом лагере да виде люка интересно было бы туда сходить и раз ты говоришь что там устройств прибора много то сходи туда просто необходимо тогда нужно фонарь здесь на всякий случай я скажу пойду я пойду посуду может завалялась где-то эта карта думаю она она вам пригодится и ребят мы как бы же низкой собрались они пока такома шастаться а что и стяжение там всяко может быть да и думаю что за средством связи любом случае сходить нужно было бы возможно нашу нашу смотрите уже передам не пыльного немного порвана карта это точно катакомбы а что может проходить под нашим лагерном еще ладно может пригодиться я возьму если ты не против да бери и а почему это мы тебе должны давать карту если знаешь где находится вход может забирать ну да пускай будет тебе все раз ты говоришь что там имеется много приборов по возможности принести их сюда я посмотрю что с ними можно будет сделать принесу принесу тогда пойдем сейчас за фонариком весело пошла но он так сказала тут ее ждать будем они идут и один слабо зашел к нам вместе с лены держа в руке фонарик ну что идем с нами да я тоже хочу вам помочь если он не против двинули тогда же поступок когда каждому этот день один участок рассматривайте вместе будем я считаю что лучше разделиться это что что устрижение так надел не леса смотрим может лучше не надо садиться все это за счет зависит контроль эмоции еще мне будет штраф плюс один зачем не штрафные штрафные очки хочу мне доверие еще нужно поднять а там был от этого потеряния которые доверие за ты отмежу дирек окружающий минус 1 доверие окружающий минус 1 потом где еще 2 окружающий минус 1 и а все пошли где боже я часы я с ума сойду скоро с этим блин моментами она искать искать и вместе будем разделяться нельзя вдруг сами по одиночке забудемся а кто нас потом искать будет да и вы и сами видели этого сумасшедшего призрака у совы кто знает где он может появиться не думаю что встречи с ним закончится чем-то хорошим неужели у вас вполне им после этого еще желание из разделиться так еще и к тому же фонарик компас и карту настолько по одному экземпляру ну что подели поделих это что ли предлагаете наверное здесь ты прав да и подумай да не подумаешь чего-то насчет инвентаря ну тогда решили все вместе идем девочки добрый тенки мною давайте на этом остановимся будет 3 ческажем всем спасибо за просмотр подписанность на канал с вами с вами валим это бесконечно это мод под названием шанс на отпущение всем пока